Минфин России направлял запросы банкам на оказание услуг по размещению облигаций России за рубежом, но теперь стало известно, что власти США посоветовали своим банкам не покупать гособлигации нашей страны. Причина тому – противоречие санкционной политике в отношении Москвы. Кажется, все логично. Еще раньше было понятно, что под санкциями не было смысла выходить на рынок. Об этом же говорили эксперты. Так чего же добивается Минфин? Своим экспертным мнением с накануня ТВ поделился доктор экономических наук Валентин Катасонов. Российская Федерация получила санкции от Соединенных Штатов. Это значит запрет на длительные и средние кредиты. Я думаю, что это подпадает под тот самый запрет. Если они не хотят размещения российских казначейских бумаг, спрашивайте, с какой стати мы принимаем их казначейские бумаги. Мне кажется, что удобный момент как раз именно поднять вопрос о сворачивании наших закупок и дозоров даже казначейских бумаг Соединенных Штатов. А сможем ли мы избавиться от этих облигаций? Эксперт уверен, да, будет больно. Но это необходимо, чтобы избавиться от зависимости. Конечно, Суланов начнет говорить о том, что вот такие обстоятельства, но вы знаете, это всегда больно. Иначе мы не выйдем из-под этой зависимости. А нам надо бы, конечно, избавиться от этого хозяйства. Но на самом-то деле это очень серьезный вопрос о том, как Минфины заимствуют и как они должны заимствовать. Если уж они не идут на заимствование, надо все-таки, прежде всего, на внутреннее заимствование. Валентин Катасонов видит странность не только в том, что Минфин пошел на внешние займы, но более того, Минфин обратился еще и к США, которые вообще-то санкции на нас накладывают, все никак наложиться не могут. И что же там забыл Силуанов? В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok